Я думаю, что мы уже собрались, да? Как мы и договаривались, давайте поработаем в группах. У нас шесть человек, давайте работаем по три. У вас есть эти кейсы, у кого нет? У нас есть, Эмилия, да? А, сейчас я... Нет, так есть, не вопрос. Это эстонская разработка, я всё её собираюсь немножко изменить, потому что есть ляпы, откровенные ляпы. Ну, неважно, в принципе, они не столь существенные. Хотя давайте мы раздемся на ту группу. Словно говоря, допустим, вы будете жителей страны-парламентария, а вы жители страны-президенте. Значит, ваша задача, жители-парламентарии, вам нужно будет, изучив свой кейс, выяснить, какие же недостатки присущи вашей системе правления. Вы должны её, будете полностью разбить в спухи прав по дырности европейской критики. Вот это ваше первое задание. Найти основные недостатки. Своим, в своей системе? Да, в своем. И в то же время вы можете также второе задание выполнить, а именно попытаться найти какие-то преимущества в альтернативной системе правления, то есть президентской. И потом, когда вы будете делать презентацию, мы это все зафиксируем на пип-чарте. Аналогичное, в общем-то, у вас задание получается. Значит, вы должны будете найти недостатки в своей системе правления, президентской, и в то же время найти положительную альтернативу в парламентском способе правления. То есть сначала вы... Я надеюсь, вы уже почитали раньше эти кейсы, поэтому давайте сразу будем их обсуждать в группах. Вы должны будете обсудить и предложить некий набор положительных черт, положительных каких-то моментов в вашей системе правления, преимуществ, и, соответственно, при наоборот, недостатков и, соответственно, преимуществ в альтернативной системе. Ну, я думаю, сколько вам времени понадобится? Минут десять или больше? То есть, по итогам мы будем делать презентацию? Да, презентацию я могу сам фиксировать, то, что вы будете формулировать. Кратко тезисно я зафиксирую найденные вами преимущества и недостатки. Так, пожалуйста, жители страны парламентарии. Чем вам так не нравится ваша система правления? Прону вы любите, а вот систему правления не очень. Мы отметили то, что из минусов то, что у президента нет оснований распустить парламент. В свою очередь... При определенных условиях. Да, да. То есть, исполнительная власть, она, ну, как бы следующая, она полностью зависит от борьбы в коалиции. То есть, ее эффективность исполнительной власти, ну, вот просто напрямую, зависит от того, что происходит между партиями, которые там находятся, ну, в данный момент времени. Далее мы отметили, что не работает система сдержек и противовесов, потому что, получается, что между парламентом и президентом нет никаких взаимообуславливающих инструментов, механизмов. Это политически дорогой между президентом и парламентом. Это так, наверное, правильно сказать. Мы еще отметили, что чем больше партий проходит в парламент, тем нам менее стабилен. Ну, как бы, менее стабилен становится правительство, исполнительная власть. А почему мы наблюдаем нестабильность правительства? Три кабины поменялось за один год. С чем это связано? С нестабильностью самой партийной правящей коалиции. То есть коалиция часто меняет свой состав. Либо там внутри коалиции происходят какие-то серьезные конфликты, вызванные, которые в итоге приводят к перестановке правительства, состава правительства. То есть есть разные варианты, там это не прописано. Но мы можем догадаться, что в силу каких-то причин состав коалиции либо меняется. То есть одни партии включаются из коалиции, большинством, да, и другие включаются в состав коалиции. Это можно считать гибкостью? Да, это гибкость. Но это нестабильность, чреватая нестабильность. Любая по другой причине, значит, просто-напросто смещается, например, министр, смещается правительство, и эта же коалиция выбирает себе новый состав кабинета, не меняя состава коалиции. Два таких возможных варианта, по которым сменяется правительство. Вот оно поменялось три раза. Конечно, каждое новое правительство, оно, в общем-то, существенным образом уже, в общем-то, влияет на нестабильность политического курса, потому что каждый раз меняются люди в власти, меняются взгляды, соответственно, меняются подходы. Вот это, в принципе, с одной стороны нормально, это гибкость. Но когда это делается в течение одного года, а страна находятся, допустим, в ситуации экономического кризиса, это, конечно, большая роскошь для такого государства. То это будет стабильность? То есть, где нужен стабильный курс, принты там и проводимые последовательно в течение года, двух-трех-пяти лет, здесь, видите, это почти невозможно. Откуда может вытекать нестабильность в коалиции? Ну, не потому что же, или просто вот так хочется? Ну, как вы думаете, откуда? Они боятся просто новых выборов? Одна из причин того, что не боятся новых выборов, это как раз-то говорит о другом. О том, что парламент, который недееспособен, тем не менее не распускается во силу того, что они не хотят досрочного голосования, досрочных выборов, не хотят роспуска досрочного, потому что боятся проиграть на выборах. А если была бы какая-то сила политическая, которая могла бы заставить распуститься, тогда другого дела будет. А вот причина, почему, вы спросили, почему коалиции нестабильны? Ну, как вы думаете, почему? Слишком много партий, которые участвуют, и они все, по сути, равны. В этой описанной ситуации нету таких явных фаворитов, и такова звуя народа. Ну, все равно, в случае нестабильной ситуации в стране, наверное, будет как раз много партий, много решений. Ну, тут как коалиция творит рыбака, ну, 50% парламента. Ну, домой, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Коалиция является следствием личных или там групповых амбиций, борьбы за власть, за ресурсы, за должностные какие-то посты, за портфели. Бывает очень часто, когда какая-то партия даже уходит из коалиции, потому что ей не предоставили те портфели, которые она просила или которые она требует. И тогда коалиция распадается, меняется состав кабинета, соответственно. Формируется новая коалиция, то есть она способна формироваться. Если она не формируется, тогда, естественно, рост в парламент. Но здесь мы видим, что коалиция сохраняется. Но внутри коалиции происходят постоянно какие-то изменения, какое-то бронгское движение. Неужели они действительно за сами портфели сажают? За то, что за этими портфелями стоит? Ну, разумеется, конечно. Ресурсы и так далее. Безусловно, есть деньги в количестве. Ну, не только деньги, но... Ресурсы. Разумеется, да, все так, ресурсы. Есть еще и другие причины, не только эти, я думаю, они тоже... Это, возможно, очень серьезное расхождение во взглядах на выработку политического курса. Какая должна быть экономическая политика, какая должна быть, в частности, налоговая политика. Большие или маленькие налоги. В общем, по конкретным каким-то проблемам политического курса есть серьезное расхождение. Партии не могут с собой договориться. Это тоже вызывает, естественно, нестабильность правительства. То есть расхождение по вопросам выработки политического курса. А за ним могут сейчас скрываться идеологические расхождения. Вот там еще одна причина. Ну, в общем-то, вот, есть какие-то еще дополнения, какие-то есть мысли по поводу того, какие недостатки присущи парламентской системе правления? Как у Платона. Что может быть у руководства страны люди, ну, диетанты, скажем так, не профессионалы? Ну, да, они, может быть, и профессионалы, но не обязательно. Главное, что они, в общем-то, проявляют политическую безответственность. Вот это самое главное. Они, может быть, и профессионалы, но они проявляют политическую безответственность. Хотя, с другой стороны, я согласен с вами, что ответственность тоже есть призом профессионалиста. Итак, что мы видим? Вот на этой не слишком приятной ситуации мы видим следующие недостатки. Далеко не все, конечно, но вот то, что, в общем-то, видно из кейса парламентской системы управления. Первый такой, самый основной, это, конечно же, нестабильность партийной коалиции. То есть, именно непрочность многопартийной коалиции. Партии, которые заняли места в парламенте, не всегда могут между собой договориться. И отсюда вытекает вторая очень серьезная проблема, а именно вот эта нестабильность коалиции угрожает нестабильности, угрожает стабильности правительства. То есть, она становится тоже нестабильным, как и коалиция. Потому что отставка правительства, это не рядовое событие в жизни страны. И оно может подождать это событие, конфликты серьезные в самом обществе по поводу отставки правительства. Причем каждое новое правительство, оно начинает с каких-либо обращать или малых перемен в политике. Это тоже, естественно, отражается на социальном самочувствии граждан. Вот это очень серьезная проблема, которую надо иметь в цвету. Нестабильность правящих коалиций и, как следствие, нестабильность правительства. Это самое очевидное, что бросается в глаза, когда мы наблюдаем, как функционируют многопартийные парламентские системы. Еще что. Вот вы говорили о том, что нет системы сдержки противовесов. Вот это первое. Что президент не может раскусить парламент. Что нет борьбы между президентом и парламентом. Нет борьбы политической. Вот это дословно я записал ваше слово. О чем это говорит? О том, что, да, действительно, в этой системе парламент не сдерживается, не пронавешивается каким-либо другим органам власти. Это может быть президент, это может быть, как предлагал еще в свое время Зелон Позняк, это может быть его эксперты, конституционный суд. Это может быть, как вы предложили, что? Референдум. Нет, ну в принципе, парламент он сам себя сдерживает, там разные представленные силы. Это разумеется, но иногда возникает некий сгор. Вот видите, в этой ситуации не одна сила политическая в составе коалиции, она даже не иницирует вопрос о распуске. Ребята, мы, типа, мы лажанулись, да, мы не способны ни на что, давайте распустимся, пройдем на этот сгор. Фактика показывает, что даже и судом может быть сглова, в случае чего. Ну, может сглова, понимаете? Так что сглова это не... В стране, в той стране, где каждый думает только лишь о своих частных интересах, там действительно возможен сглова. А, а все, если никто не думает, что даже все такие, все о своих интересах. Ну, вы такой же и не делитесь тоже. В этом-то и ужас. То есть, правительство в этой ситуации оказывается, в общем-то... заложникам этой ситуации, да, оно еще вообще, главное, оно оказывается за рамками... Да, но заложникам именно в первом варианте, в первом варианте, вернее, в первом, что тогда это в первом, вдруг назад. А в этой ситуации оно оказывается вне конкуренции. То есть, никто ему не мешает. При этом, когда мы говорим о том, что существует все власти парламента, его полное превосходство, то нет таких гарантий, что сформируется такое парламентское большинство, которое сформирует правительство, то есть власть достанется партии, которое сформулирует правительство, проводящее ошибочную политическую линию. И остановить его действие можно будет только с помощью каких-то экстраординарных шагов. Например, какие-то шаги, это новые парламентские выборы, есть еще один шаг, связанный с внешним контролем. А их очень нужно долго ждать, в этой ситуации выборы парламентские довольно далеко, либо, как вы сказали, внешние какие-то война, вот как была афинская демократия, а потом пришла спарта и просто их победила, вот и все, со всеми их двязными парламентами. Давайте будем брать неочерзычайную какую-то ситуацию, а обычную. Контур всегда существует, мирное время, и вот мы говорим именно не о том, там, война или что, но проблема в том, чтобы была выработана некая система институциональных сдержек и противовесов, понимаете. И вот в парламенте, да, в этой ситуации такой сдержкой выступают только лишь будущие парламентские выборы, на которых все эти депутаты, которые себя показали со тридцатальной стороны, они, возможно, не будут уже избраны. Или эта парля не будет избрана. Я по-моему, что большинство голосов слышит. Но что еще? Больше мы ничего пока здесь не видим, да, какие-то есть еще сдержки. Президент ничего сделать не может, вот. А другие структуры власти вообще не упоминаются, как экскурсионный суд. Есть экономическая, то есть не принимаете законов, не получаете зарплату, вот и все. Очень просто, все решается. То есть, можно выработать какие-то институциональные какие-то сдержки, да, какие-то процедуры разработать, которые бы заставляли парламент шевелиться, что-то делать. В частности, вот одна из проблем, вот здесь, да, возникает, а то, что мы не назвали, она как бы вытекает из нестабильности коалиции, это замораживание законотворческого процесса. То есть, людям некогда думать о законах, принимать законы. Они все поглощены политической борьбой. Это хорошо видно, например, в Украине, например, когда шла конфронтация между Ющенко и Тимошенко. Какие там законы? Какие там вся борьба шла, в основном, за места в кабинете, за перетягивание дьявола, да? Ну, народ был доволен, вот такой спектакль развелся. Ну, народ был доволен, можно сказать. Как будто был доволен, а кто-то и нет. По крайней мере, многие приниматели, например, в ожидании каких-то более эффективных законов, они страдали. Если их законы принимались, то они, на самом деле, были достаточно впутанные и непоследовательные. Итак, вы видите, вот, проблему серьезное отсутствие институциональных каких-то преград парламентскому всевластию, парламентскому превосходству. И тут мы сейчас с вами будем обсуждать потом уже, какие это могут быть институты, да? Сдержки, противовесы, процедуры. Зарплату не давать, да? Ну, вот, есть такое предложение, как, например, если парламент в течение какого-то срока, да, допустим, месяца двух-трех не принимает какой-то важный закон, допустим, в бюджете, то тогда президент получает право распуска парламента. Вот, это вам, как? Это вам не то, что зарплата не получают. Тем более зарплату они сами себе назначают. А президент, который избран же парламента, получает такое право? Да, 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 может быть. Ну, конечно, было бы лучше, если бы такой президент... Вот, как раз мы с вами выходим уже на парламентско-президентскую систему. Если такой президент получает право распуска парламента по собственному решению, он сам решает распускать или не распускать, в случае, если в течение, там, трех месяцев законодательства люди не принимают. То есть, если бы такой президент для придания ему большего веса его решения, он, конечно, должен избираться уже не парламентом, а путем прямых всеобщих выборов. Тут все взаимосвязано. И, конечно, вот парламентско-президентская система, она предусматривает вот такой вариант. Такую вот, скажем, такую санкцию, да, за не родилась депутата. Да, это тоже опасно, как бы, если вот этот опыт наш. Ну, если что? Ну, вот наш опыт, если как бы вспомнить, да, там, вот середина 90-х, то вот как-то, ну, в государствах, где, как бы, режим, конечно, там, не авторитарный, но все равно, как бы, опасность вот использование властью, использование президентом вот этих вот преимуществ, ну, перетягивание, скажем так, каната в свою сторону, как бы, несправедливой, как бы, несправедливой для, может быть, для большинства людей, да, ситуации. Ну, как бы, мне кажется, такая опасность существует. Наверное, вообще не важно быть тогда, ни в какой из этих систем. Так, возможности такой, да. Проспуска парламента? Но, тем не менее... Так и парламент, это не единица, это не, как бы, не персона, да, как бы, а конкретный, там, а президент, как бы, и конкретный. Тогда вы получите... Зависит от одного человека в действии. Вы получите тогда диктовый парламент, он будет себя чувствовать очень вольготно, все, что, понимаете. Дело в том, что президент, да, действительно, если он получает так его полномочия, то надо к нему очень осторожно относиться с этим, с полномочием вращаться. Вот. И тут, как бы, одно за другое цепляет. Если президент получает право распуска парламента, вот, допустим, по такой, в общем-то, вот, по такой причине, допустим, неисполнение, да, своих функций, да, законодательских своих функций, то надо, видимо, сразу присмотреть какие-то моменты такие, да, которые бы, вот, не изразовали бы эти опасности, о которых вы говорите. И, в частности, помимо того, что, ну да, самое главное, президент должен быть, и это в этом заключает идея битражного президента, он должен быть выше всех партийных курсов. Он не должен быть заинтересован конкретной какой-то группе политической, вот, выражать его интересы. Он должен быть над партией. Поэтому есть рекомендация, что такие президенты с этажными полномочиями должны быть беспартийными. Либо они даже, в принципе, беспартийными, либо они должны быть из партии выходить. Ну, это только формально как-то? Ну, формально-неформально, но он уже к партии не подчиняется. Он должен из партии выходить и осуществлять именно политику, направленную на консолидацию нации, а не на ее разъединение. А это, как раз, возможно, при условии, когда президент не является лидером какой-то конкретной политической группы. А он является, просто как монах, он является творением единства нации, символом этого единства. Как монах. Как монах. Он вообще никаких пастух не занимал. Каддафи при этом работал всей исполнительной властью. Никаких пастух вообще. И судебной. Ну мало что не имел. Ну, как мы партии. Ну, не имел. Идиал какой-то. Не имел. Ну и что? Тем не менее, он был диктатором. В данном случае дело вечно президенте, который не обладает никакими абсолютно реальными исполнительными полномочиями. Только при меня. Да. Только символическими. Вот. Плюс у него есть реальные властные полномочия, но они являются арбитражными. Ну, то есть это лучше всего, как бы, такую, такую полномочию президенту предоставлять, где минимум, да, у него остальных полномочий. Да, конечно. Арбитражные полномочия, они никак не связаны с формированием правительства, с формированием политического курса, с его проведением жизни. Нет, он в стороне находится. Он не занимается даже внешней политикой, нет. Он даже за оборону не отвечает. Может, не отвечает. Бывает такое разделение полномочий между президентом и парламентом, ой, правительством. Что вот, как во Франции, да, мы несем, кабинет говорит, мы несем ответственность за внутреннюю усвоение экономическую и социальную политику, а президентом занимается внешней политикой. В парламентской и президентской системе и такого нет. То есть там президент только озабочен обеспечением эффективного взаимодействия исполнительной и судебной ветви власти. Больше ничего не особо серьезным образом. Потому что именно это эффективное взаимодействие и есть, в общем-то, условия стабильности исполнительной власти и стабильности парламента. Ведь стабильность и все стало быть политсистемы. Мы, в этом плане скажем, вперед, мы уже как бы ищем какие-то, так сказать, конструктивные какие-то, да, предложения, прорабатываем по оптимизации парламентской системы управления. А я вам скажу, вот в таком виде тоже хорошо работает, но именно вот, когда нет этих никаких там серьезных сдержек. Работает, вот, в той же Германии или в Италии, больные. Но вот это опасно в переходных обществах, которые являются расколотами, где существуют димитрально противоположные ценностные ориентации, расходящиеся в разные стороны. И попробуйте эти ориентации свести вместе, попробуйте договориться, когда людей разъединяют, в общем-то, буквально все в ценностях. Когда, допустим, одни жестко выступают за социализм, да, за усиление роли государства в экономике, за государственную дирижизнь, да. Больше, больше государства, а без государства мы пропадем. А другие силы выступают за уменьшение роли государства в экономике, за неолиберальные экономические реформы. Тут, так говорится, очень сложно. Здесь будет сразу вот такая, начнется конфронтация и движение маятника влево-вправо с очень большими колебаниями, которые со мной будут просто дергать, понимаете. У нас был найден дирижер. Как конвульсия. Нужен именно дирижер. Дирижер, который при этом не играет на челе по стороне, понимаете. Вот в чем дело. Дирижер, который не выставляет на первой лице скрипки только, да, или альты, а который добивается гармонии во всем оркестре, излучения всего оркестра. Добивается консонанса, да, а не диссонанса, если говорить музыкальные термины. Но для этого он не должен быть заинтересован, он не должен быть капитаном какой-то команды, он должен быть только судьей. А идея арбитражной власти, уже она давно была разработана, но ее всегда соединяли с идеей, что арбитражная власть возглавляет сам лицом, возглавляющий исполнительную власть. Это так абстрактно, это так невозможно. Капитан и судья в одном лице. Капитанной командой. Есть то, что он будет реализовать небород. Вот возьмите, например, Россию, где президент должен был выполнять арбитражные полномочия, но при этом он руководил правительством. Он мог ему руководить или, по крайней мере, он мог сам назначать состав правительства напрямую либо через своего человека, то есть премьер-министра. И он премьер-министра назначил Кайгара, послушался добрых советов. Кайгар провел только лишь 10% своих реформ, но этого достаточно, чтобы его сместить. Он и года не протянет. Говорят, что, конечно же, министры, которые проводят жесткие реформы, они, естественно, все камикадзе. Но никто не думал, что Кайгар проживет больше трех лет. Но то, что он меньше года не протянет, тоже никто об этом не думал. А вот политические силы, которые вокруг Кайгар кружились, они все-таки сумели заставить его поменять курс политический и перейти от радикальных реформ в более консервативные, умеренные изменения, которые уже существовал в Черномырде. И поэтому, в принципе, то, что не удалось сделать... Короче говоря, в итоге они вернулись к тому, в общем-то, от чего уходили в 91 году. То есть к всевластию опять номенклатуры. Ну ладно, это уже отдельная тема, как потом прошел процесс ее олигархизации этой номенклатуры. Как она сама стала обогащаться и так далее. Но главное, что сама система правления в России, она позволила, позволила, фактически, в общем-то, прийти к этой ситуации, когда человек, политик Гайдара, имевший четкое представление о том, что нужно делать, конечно, ему не дали до конца провести эти реформы. Он сказал А, но не сказал Б. Он начал жесткую монетарную политику в стране проводить, отпустил цены. Но при этом ему не дали возможности провести структурную перестройку экономики, которая должна была эти цены, чтобы стабилизировать. То есть сделать экономику конкурентоспособной внутри себя, конкурентной и, соответственно, конкурентоспособной вовне. То есть это демонополизация, это децентрализация, это приватизация. Вот ему не дали это сделать. Хотя он, конечно, тоже ошибался, и фактически его ошибка потом, она была, значит, проявилась в 95-м году, потому что именно его люди, его ученики, его там коллеги, они, по сути дела, и проявились залог в акцион, если вы помните, да. Когда собственность за бесценок досталась бесплатно, досталась людям за просто так и людям, которые, в общем-то, ну никак на самом деле не соответствовали тем задачам, которые эта собственность фактически перед ним ставила. Приумножать, сохранять, укреплять и так далее. Для этого конкуренция существует, а не Гайдар. Так вот Гайдар надеялся, что рано или поздно, что то, что будет по власти распределено по статусу, потом перераспределится по уму. Ну, конечно. Вот он вот так говорил. Это была вот одна из самых главных ошибок. История. Ошибок. А эта ошибка, я не знаю, или это преступление, или это еще больше, чем преступление, это ошибка. Вот. Есть, знаете, есть такое выражение. Это не преступление, это еще страшнее, это ошибка. Так вот, фактически в 1925 году Чубайс, который был сторонником Гайдара, его коллегой, соратником, как он мотивировал вот эти несправедливые, эти залоговые акционы? Он говорил, иначе бы власти пришли бы коммунисты. Интересная логика. То есть, та самая приватизация, которая вызвала, наоборот, именно очень серьезное раздражение в обществе, да, которая усилила антикоммунистические взгляды в стране, того, что Зюганов мог бы реальной власти прийти в 1925 году. А она была проведена в 1925 году. Вот именно почему-то здесь наоборот, да. Логика совершенно другая. Наоборот, эти залоговые акционы только лишь подорвали авторитет власти, а он говорит, что нет. Но у него своя логика, что появились люди с деньгами, которые потом этой власти помогли отбиться от коммунистов. В 1926 год, с теми банкирщины. Помните? От народа отбиться. От народа, не от народа, но отбиться от коммунистов. По сути, там был раскол, попал не надо. Общество расколотает в России. И сейчас раскол. Тогда раскол был еще более. Так коммунисты имели больше популярность, чем сейчас. И тогда раскол был еще сильнее даже. Именно в плане идеологии. Так вот, если бы в России была бы другая система правления, чисто, скажем, такая вот, не президентская, я имею в виду, а парламентская-президентская, то тогда, в общем-то, избранное правительство, оно бы и дальше бы функционировало. И президент не смог бы ничего с ним сделать. Он не смог бы его просто так сместить. А он бы сместил. Потому что на нем повлияет. То есть, Российская Конституция, она позволяет президенту формировать правительство и смещать его, не обращая внимания на реальное соотношение сил в парламенте. Даже если парламент будет против смещения, он снова бы сместил. Даже если парламент будет против назначения этого кабинета, он его назначит, угрожая, в правительственном случае, розпуском парламента, если оно после третьей попытки не утвердит состав, точнее не правительство, а не утвердит должность на должности министра кандидатуру к президенту. — А у них тогда в середине 90-х была мажоритарная система? — Сначала была мажоритарная, потом была смешанная. — Но тогда еще в середине 90-х, 95-96, это еще была мажоритарная система? — Да. — Какого? — Это была смешанная. — Ну ладно, хорошо, тогда мы пока зафиксировали вот эти недостатки. Пожалуйста, зрители страны-президенте, что вам не нравится в вашей системе управления? — Ну, во-первых, это не гибкость систем управления, то есть жесткая, скажем так, на которую никто не может повлиять. — А в чем это в не гибкость выражается? — Четыре года каденция. — А надо через каждый месяц. — Ух ты! — А это, вы думаете, нормально? — Значит, не гибкость исполнительной власти? — В том смысле, что президент, будучи раз избран, не может быть отрешен от своей власти. И, фактически, если он оказывается фигурой непрофессиональным, его оппонентам приходится сжать зубы дождаться срока окончания его полномочия, чтобы потом уже на новую очередь вывести. — Вот, Никита, власть здесь выражается именно в том, что президент избран на жестко фиксированный срок, и его нельзя досрочно сместить по политическим мотивам. — То есть, власть — это, более конкретно, жестко фиксированный срок полномочий. Жестко фиксированный срок президентских полномочий. С одной стороны, это хорошо, это благо, потому что это порождает стабильность исполнительной власти. Она устойчиво, так сказать, стоит, прочно стоит на ногах, потому что парламент ничего с ней сделать не может. Но, с другой стороны, если президент недееспособен вдруг оказывается, точнее говоря, извините, не то выражение, если он оказывается некомпетентен, неэффективен, то тогда в этом смысле, то есть политически недееспособен, то в этом смысле тогда нет никакой силы политической, нет никакого института, никакой процедуры, которая бы позволила президента досрочно отстранить от выполнения полномочий. — А зачем такого выбирать? — Ну, бывает, что ошибаются. — А потом в второй раз. — Хорошо. — Тут у нас вторая проблема возникает, что отсутствует механизм отзыва президента в нашей системе, но не совсем. — Досрочного отзыва? — Да, отсрочного отзыва. — Ну, я запишу, конечно. — Мне кажется, это то же самое. — Нет, там говорилось конкретно про сроки, чтобы избран на четыре года. — То есть механизм досрочного отзыва отсутствует. — Вот эта жесткость, она и означает, что нельзя... — Вопрос как раз, что не на десять лет, а только на четыре года. — Ну, вы понимаете, что желание, требование ввести какую-то процедуру, предусматривающую досрочное отстранение президента от власти по политическим мотивам, это, в общем-то, нарушает немножко алгоритм, по которым не то, что немножко мягко выражается, а очень существенно нарушает алгоритм, по которым выстраивается модель президентской системы правления. Здесь президент избирается народом, путем прямых всеобщих выборов. И логично, что он может быть смещен только лишь путем прямых всеобщих выборов. И здесь есть другая возможность, а именно, когда эта возможность институционально может быть разработана и закреплена, а именно проведение референдума о досрочном прекращении полномочий президента. То есть, когда, допустим, оппозиция, не имея возможности в парламенте что-либо с ним сделать, она тогда собирает подписи именно за предназначение референдума о досрочной отставке президента по решению народа. В принципе, такая возможность. Но это очень сложно сделать. И потом, в пятый период получается, что мы получаем нестабильную уже исполнительную новость. Очень нестабильную. Потому что именно президент формирует правительство, он и руководит. Хорошо. Что еще можно найти? Какие еще можно найти недостатки? Неограниченное полномочие, то есть единоличное принятие решений. Он повысил налоги, начал выпускать больше денег. Это вызвал новый итог инфляции. И его не могут помешать, допустим, выпускать больше денег. Не могут помешать ему повышать налоги. Цицебан же может быть независимым. В том, что я делаю. Я говорю, ты сляпай. В чисто президентской системе... Да, я согласен с вами. Мы правильно заметили. Но в чисто президентской модели демократического типа, конечно же, банк должен быть независим от президента. То есть просто так заставить банк выпускать деньги власти центральной не может. Налоги выпускать. То же самое. Налоги повышать или снижать – это прерогатива парламента. Из этой ситуации можно делать вывод, что, видимо, парламент является пропрезидентским. То есть президент решил, парламент выполнил. То есть они приняли закон о налогах и так далее. Но потом выясняется, что они... А вот парламент выступил против такой экономики. Да, потом они, видимо, одумались и решили, что все-таки это неправильно. И президент, все-таки, это не тот человек, это не тот политик, на который надо делать ставку, и они начали снаугаться. А тут появляется новая проблема. То есть если парламент решил, партия от него отказалась, парламент решил его снять, а он не подчиняется ни парламенту, ни партии, потому что никто не может на него подвинять. Так снять его нельзя, никак. Почему партия там... Просто если нет такого закона, который позволил бы президенту досрочно от власти отстранить. Понимаете? Да. Нет закона. Этот закон вытекает из самой сущности президентской системы управления. Но вот тут есть, в этом кейсе есть недостатки, что, как бы, само собой считается разумеющим, что налоги повышает и понижает президент. Вот. Это, насколько демократия, в общем-то, это неприемлемо, это функция парламента. По всей видимости, здесь имеется в виду, что именно президент обладает такими помогутчиками в этом кейсе. Поэтому я говорю, хоть я хочу его исправить. Павел Голюченко, хочу поправить эстонцев, потому что это эстонские. Это по-эстонски? Да. Я говорил, что это эстонская разработка. Эстонская разработка. У нас она была опубликована в учебнике Светланы Наумовой, покойной, в учебнике, что надо знать о политике. Хорошо, что еще можно назвать? Уссокая вероятность ошибки в принятии решений. О! О! Поскольку президент истворяет собой достаточно серьезную концентрацию власти в обеих луках, то здесь возникает зависимость, усиливается зависимость проводимой политики отличных качеств одного человека. Итак, высокая степень зависимости от личных, моральных, интеллектуальных и прочих качеств личности президента. Ну, что еще? Можно еще и уязвимость высокая. Устранили президент истона, полагали зону, враги, допустим. У нас предположительно только по косвенности и признакам, что референдум, проблема референдума, либо он не проводится, либо его решение игнорируется. Ну, как, референдум, конечно, может быть консультативным, а может быть, или факультативным еще называемым. Может быть, он обязателен. То есть тут, возможно, разные варианты. Но в этой ситуации как бы не предусмотрено, значит, тут ничего не говорится о каких-то процедурах, которые могли бы, допустим, изменить ситуацию. Тут просто говорится о том, что реально для этой ситуации характерно, какие есть недостатки у данной системы правления. А то, что можно придумать, это уже другой, это уже как бы следующий этап работы. Есть еще соблазн популистской политики. Поскольку президент, он зависит от воли изъявления избирателей, а не от воли изъявления парламентария или же своей партии. Поэтому для него возникает некий соблазн осуществлять популистскую риторику, при этом опираясь на поддержку электората и игнорируя волю парламента или же партии. Разругавшись с парламентом, он имеет возможность оставаться на своем посту благодаря популизму. Совершенно верно. Можно, да, отметить, что президентские системы словно начаты популизму. Словно популизму. Ну, это, конечно, можно приписать некоторым примерским парламентским системам. В принципе, любой политики. В интересах избирателей, в интересах парламента. Словно популизму. Ну да, в данной ситуации мы видим, что есть такая склон популизма. Что еще? Можно еще отметить... Там же есть реальная ситуация. Вы говорили о том, что... А, это говорилось в первом варианте, что нет борьбы между президентом и парламентом. Здесь как раз наоборот. В парламентской системе вы выразили такое мнение, что нету сдержек, нету противовеса. А здесь вроде бы есть противовеса, да? И парламент и президент. Но они никак не работают. Они все обернулись, что началась конфронтация между президентом и парламентом. Как там... Где там... Кстати говоря, не отмечено или отмечено? За счет того, что возможно закрывать, тоже законодательный тупик. А вот, пожалуйста, поймите. Это, объясните, это пристание какого времени? Только не 90-х. Конец 80-х, начало дело. Мучильник конца 80-х годов. А там уже будет признание? Нет, просто они мучильники. Это ситуация для... Чисто образовательная ситуация. Для образования, для просвещения. Начался экономический кризис. Но президент прям продолжал повышать налоги. Ставал пускать больше денег. Начался этот конфликт между ветерями и властью. Так вот, чем этот конфликт может быть выражен в плане законодательной политики? В том, что возникает угроза блокады законодательного процесса. То есть помните, мы с вами говорили, как законы принимаются в системах президентского типа? Президент может наложить вето на законопроект принятый парламент. Парламент может, наоборот, забаллотировать, не поддержать законодательного процесса президента. То есть обмениваются ударами встречными. И в итоге законы не принимаются. То есть, допустим, президенту нет времени. Не хватает, точнее говоря, не хватает ему поддержки в парламенте, чтобы провести свой закон. Две трети против. А парламенту, значит, не может свои законы открыть, потому что принесли на него ответа. Может, в виде указов свои законы? А вот это уже будет диктатура. Вот по этой причине Лукашенко, видя проблемы с Верховным Советом, он решил пойти по пути наименьших сопротивления. То есть превратить свои указы в закон, то есть в декрет. Да, вот этого здесь в проблеме не отмечено, что, допустим, законы тоже не принимаются, потому что блокируются законодательные дативы президента, с одной стороны, а с другой стороны, парламент, значит, всякий раз преодолевает президентское вето. Извините, не может, извините, не может, преодолевать президентское вето. То есть взаимная, получается, паралич власти. Паралич. Ну, а вот об этом уже я вам хотелось бы более подробно рассказать. Значит, давайте отметим коротко, вот если взять эту ситуацию, какие можно выделить основные достатки. Вот еще, если говорить именно об этой ситуации. Первое, самое главное, это высокая степень концентрации исполнительной власти в руках одного человека. И вот эта ситуация, да, это может привести к установлению единоличной диктатуры. Потому что опираясь на поддержку большинства избирателей, всегда можно легко превратить свою личную власть в диктатуру. Ну и вторая очень серьезная проблема, что президентская система, она повышает вероятность конфликтов между законодательной и исполнительной властью. То есть открытие между витами власти может прийти в ту черту, где она является плодотворным, служит на пользу делу. Вот, эта черта может быть переедена, и тогда конфликт оборачивается открытой конфронтацией. Вот, начинается борьба за полномочия, за пророгативы. Вот, президент и парламент обвиняют друг друга в государственной каких-то очень-то некомпетентности и забывают, естественно, о государственных делах. Третья проблема, которая тоже рельефно отображена в этой ситуации, заключается в том, что, и об этом хорошо отметили, что данная система управления очень сильно зависит от интеллектуальных, моральных и даже просто физических качеств личности одного человека. То есть естественные слабости, недостатки, которые вполне простительны в обычной жизни, вот, они могут сыграть, пожалуй, даже судьбоносную роль в политической жизни страны. Поэтому, между прочим, будущие президенты, да, будущие кандидаты президента, они обычно проходят всегда тест медицинское на здоровье, в том числе и на психическое здоровье. Потому что, потому что неожиданная болезнь президента, да, она всегда ставит под удар всю устоявшуюся систему власти. Вот, значит, Жириновский пошел в этом смысле. Ну, он еще стал президентом. Нет, ну, он проходил, он сказал, ну, кандидат, значит, пошел. Значит, нормально. Ну, что, как видите, в обеих систем управления, в общем-то, есть серьезные недостатки. Ну, тут вот видно, что все-таки в президентской больше, да? Да. Поэтому все серьезные политологи, как правило, они отрицательно относятся к чисто президентской системе управления. Отрицательно. Практически нету. Я вот не знаю, я изучал литературу, вот, если брать таких известных политологов, конечно, то ни один из них не поддерживает стопроцентно чисто президентскую систему. Если поддерживает, то с очень серьезными оговорками, которые, так или иначе, нас выводят на смешанную систему управления. То есть на американцев? Нет, наоборот. В том-то и дело, что… То есть американскую никто не поддерживает? Да, да, да. Кроме американцев. Причем это американские политологи не поддерживают. Хуан Линц, например, один из самых таких маститых американских политологов, он влиятельный. Ярым противником придерживающей системы управления. Альфред Степен тоже является противником системы управления президентского типа. Некоторые с оговорками там говорят о том, что должна быть сильная исполнительная власть. Как правило, они все становятся на сторону британской модели правления, однопартийные кабинеты. Они тоже, конечно же, в странах третьего мира себя не оправдали практически. Они, да, они более эффективны, но они обычно заканчиваются всей диктатурой. Хорошо, давайте сейчас более подробно… Или сделаем перерыв, наверное, сейчас, да? А потом более подробно рассмотрим вот эти и другие недостатки чисто президентской и чисто парламентской системы управления. Перерыв.